Вы смотрите Постскриптум, студия Алексей Пушков. Продолжаем нашу программу. И поговорим о другой стране Евросоюза, о соседней с нами Литве. Совсем скоро, 11 марта, это государство будет отмечать национальный праздник, 20-ю годовщину независимости. С какими настроениями Литва пришла к этой дате? И почему в независимой Литве вновь звучат призывы к независимости, но теперь уже от Евросоюза? Об этом в репортаже нашего специального корреспондента Юлии Гробовской из Вильнюса. Черное пальто, зонт-трость и шляпа с полями. Глава литовских националистов Мариус Кундрата спечатает широкий шаг к офису своего молодежного крыла. За нравственность, за нацию. Этот лозунг летит по Литве со скоростью ветра. Мы националисты, но сейчас, благодаря некоторым историческим фактам и враждебной пропаганде, национализм часто отождествляется с нацизмом. Главная разница, что националист за свой народ, а нацист против других. Но как минимум против России эти господа выступают и очень оголтело, и оказывают немалое влияние на литовскую политику. Во всяком случае, готовят официальное шествие ко дню независимости 11 марта. В 1990-м в Литве изменился политический строй, а с 2004-го на улицах рядом с новыми литовскими флагами появились стяги Евросоюза. Теперь на столичном проспекте Гедеминоса местные жители встречают войска НАТО, а местная пресса с восторгом пишет об этом. С восторгом, потому что именно НАТО должно защищать Литву от России. В 1938 году мы были большими друзьями с Советским Союзом. Что потом стало, мы знаем. Пришли к нам и с очень кровавыми последствиями. Что касается нынешних времен, конечно, ситуация немножко иная, потому что мы являемся членами Евросоюза и НАТО, и, конечно, эти так называемые contingency plans, планы, как нас оборонять, они уже создаются. Желание постоянно копаться в прошлом парламентарий Виллия Олегнайте Абрамикене побороть в себе не может никак. Полгода назад она предложила сажать в тюрьму за отрицание советской агрессии, она же стала инициатором скандальной Вильнюсской декларации, принятой АБСЕ минувшим летом. Этот документ уравнял СССР с фашистской Германией. При этом в своем неистребимом желании пугать литовцев огромной и коварной России она не одинока. Какой-нибудь противник там Казахстан или Украину смешно. Или там Алкайда, это тоже смешно. А вот пугать свое население и весь мир Россией, это ведь, ну, все боятся России. А вот первый премьер Литвы Казимир Апрунский не считает это глупостью. Они просто не осознали то, что Литва уже много лет, 20 лет в этом году независимо. И не заметили, что Европейский Союз России ведет диалог о стратегическом партнерстве. Похоже, что большая часть политической элиты Литвы действительно застыла в прошлом. Впрочем, новый президент Литвы Даля Грибаускайте свой нос держит по свежему европейскому ветру. Объятий с Кремлем она не боится. Пригласила президента Медведева на юбилей независимости и уверяла его в дружбе по телефону. Литовские русофобы взорвались возмущением. Сейм срочно подготовил свою ложку дегтя. Претензии к России – завод танков «Вильнюс» 11-13 января 1991 года. Пока между нами есть камень преткновений. Это 13 января, когда погибли 16 наших людей и около тысячи получили ранения. Мы не можем вот так просто принагнуть голову и сказать «все, мы забыли». Римвида Сваладко – заместитель главного редактора влиятельной литовской газеты «Литовас Ритас». В свое время бесплатно получил высшее образование в Советском Союзе. Однако вспоминать он предпочитает о другом. И это общий подход литовской элиты. Запад хорошо, Россия плохо. Но вот народ в последнее время начинает думать иначе. Если в советские времена к русским в Литве зачастую относились сдержанно, то сейчас, кажется наоборот, русским здесь очень рады. Мы зашли в маленькую лавочку в Старом Вильнюсе. Здравствуйте. Здравствуйте. Что у нас сегодня свежего? У нас все свежее. И колбаса свежая, и сыр свежий, и пироги свежие. Рита Гаделайтине открыла свой магазинчик всего три месяца назад. Не испугалась ни кризиса, ни взлетевших тарифов на электричество. Просто деваться ей было некуда. Фирма разорилась, и она оказалась без работы. Вы Россию боитесь? Нет. Нет, не боюсь. Постепенно меняется отношение и к Евросоюзу. Панацеей от всех литовских бед, как обещали, он не стал. Да и в кризис особо не помог. Литва очень гордится тем, что 20 лет назад она стала независимой. В здании гестапо и КГБ расположились судьи, а со столичной площади убрали памятник Ленину. Однако сейчас в свободном Вильнюсе все чаще вновь раздается знакомое слово – оккупация. Но теперь оно относится к Евросоюзу. Еще совсем недавно разговоры о выходе из ЕС сочли бы немыслимым абсурдом. Теперь же об этом открыто говорят те, кто стоял у самых истоков Новой Литвы. В 1990-м Ромуалдас Озалас подписывал акт о независимости, а в 2010-м говорит о похоронах этой независимости. Я создавал страну, которая называется Литовская Республика, а не ту, которая сейчас называется Литовская Республика Европейского Союза. Весь процесс Евросоюза основан на том, что сначала они уничтожают экономическую инфраструктуру государств и потом втягивают к себе народ. Его идеи разделяет целое организованное общественное движение – Жальгирис. Популярны они и у местных националистов. Литва – национальное государство. Однако такой националистический настрой создает стране странную атмосферу, где возможно назвать черное-белым, где фашисты могут быть героями, где размываются сами критерии добра и зла, а история перекраивается в угоду политическому спросу. То, что для русских было Днем Победы, то для литовцев, латышей и эстонцев было все той же оккупацией, которая поменялась с гитлеровской на сталинскую, что для наших народов стало гораздо страшнее. О 16 гитлеровских гетто, трех концлагерях, 49 лагерях принудительных работ и спецтюрем для литовцев Мариус Кундратас предпочел не говорить. И своих нацистов и эсэсовцев в Литве оправдывают. И День Победы над фашизмом не отмечают. Хотя, как известно, 8-9 мая этот праздник отмечают в Англии, Франции и даже Германии, но не в Литве. В этом году на 8 мая здесь намечен другой праздник – первый в истории парад литовских геев. В годы фашизма было убито немало людей и гомосексуальной ориентации в концлагерях. И в таком случае лучшие даты вспомнить о них не придумаешь. В общем, к своему 20-летнему юбилею Литва подходит разнообразной, как калейдоскоп, и противоречивой, как юная 20-летняя девушка. Вот только ожидания самих литовцев, которые боролись за свою независимость, пока так и не оправдались. Экономика страны еще не достигла даже советского уровня. Закрыта единственная в Прибалтике атомная электростанция, а пятая часть литовцев откровенно бедствует. Конечно, для них 11 марта – это праздник. Но нас очень поразило высказывание одной женщины на проспекте Гедеминоса. Мы были там, у телецентра с маленькими детьми, держались за руки, плакали, хотели быть свободными, а теперь нам есть нечего. Юлия Гробовская, Павел Оксарин, Алексей Гусев. Аналитическая программа «Посткриптум». Вильнюс. Литва.